МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наиболее часто встречающаяся болезнь в кардиологии – это артериальная гипертензия. В сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти в мире – более 60%. Каждый год в России от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 1 миллиона человек. Инфаркт миокарда и мозговой инсульт становятся причиной смерти в 90% этих случаев. Как узнать свое реальное давление? Как понять, что именно происходит в вашем сердце и сосудах при повышенном давлении? Что конкретно нужно предпринять, если вы видите, что давление повышено? Мы поговорим сегодня о высоком давлении – самые распространенные болезни в кардиологии. Сложно поверить, что артериальные гипертензии на самом деле страдают около 1,25 всего взрослого населения на Земле. У лиц старше 65 лет гипертония встречается вообще в 65% случаев. Артериальная гипертензия или повышенное давление – это действительно одна из самых частых кардиологических проблем, терапевтических проблем, любых медицинских проблем, я бы так назвал, потому что встречаемость очень широка. Распространенность растет в связи с чем? В связи с тем, что процесс жизни стал более и более технологичным. Мы постоянно находимся в постоянном стрессе, мы постоянно куда-то бежим, мы постоянно что-то не успеваем, постоянно не высыпаемся, нет полноценного отдыха у человека. Безусловно, это все приводит к патологическим сдвигам в организме, и из-за этого первое, что страдает, это растет артериальное давление. Само давление не страшная вещь, не страшный показатель, страшно, что бывает потом. А потом это инфаркт и инсульт. К чему приводит гипертензия? Этих пациентов очень много в нашем отделении, и в любом кардиологическом, и еще больше в неврологическом отделении. Самое страшное, что бывает, это инфаркт инсульта, об этом я сегодня уже говорил. Вариант формирования инсульта, например, он может быть по двум путям формирования. То есть, либо это геморрагический инсульт, когда сосудик просто рвется. Представьте, давление 180, 200, 300. И сосудик рвется, особенно при какой-то врожденной, например, слабости сосудистой стенки или каких-то уже существующих проблемах. Сосудик рвется, это огромный геморрагический инсульт в голове, это очаг, это гематома, и это очень часто несовместимо с жизнью дальнейшей. Либо, наоборот, повышенное давление провоцирует атеросклеротическую бляшку, которая уже предсуществует, да, то есть, холестерин уже сложился в сосудистую стенку, существует уже атеросклеротическая бляшка с усилием пульсовой волны, то есть, давление, то, что сердце посылает кровь с определенным давлением, давление это повышенное, давление бьется об эту бляшечку, бляшка трескается, и на это место трещинки этой бляшки, тут же прибегают элементы крови, тут же прибегают факторы свертывания, прилетают, да, то есть, начинается процесс тромбообразования, и очень часто это заканчивается тромбозом того сосудика, да, в котором эта бляшка была. Так развиваются в основном и ишемические инсульты, и все инфаркты именно так и развиваются. То есть, провокация чаще всего – это действительно какое-то повышенное давление, криз, поэтому очень неудивительно, что на фоне физической нагрузки, на фоне чрезмерной физической нагрузки происходят вот эти катастрофы. Немножко более удивительно, что эти катастрофы могут происходить в ранние утренние часы, когда человек спит, но при анализе большинства вот этих случаев мы говорим о том, что, опять же, ночью царство вагуса, да, нерв вагус, да, который контролирует, замедляет дыхание, замедляет пульс, снижает давление, да, и в те утренние часы, вот эти вот 5-6 утра, 4 когда-то, да, или у каждого немножко по-своему, происходит угасание функции вагуса, происходит, начинает организм готовиться к пробуждению, да, и пошли гормоны вверх уже другие совсем, да, вот, и эта реакция пробуждения оказывается избыточной, да, то есть и давление слишком быстро повышается, слишком сильно повышается, и то же самое происходит, как на фоне таких пиковых нагрузок. Правда ли, что у каждого давление индивидуальное? Ну, это точно не реальность, да, то есть оно, показатель давления, он, наверное, один из самых динамичных, то есть давление постоянно меняется у человека. Нужно говорить о том, что есть показатели нормальные давления, да, и есть показатели ненормальные, то есть патологические показатели, есть норматив, который для любого возраста, для любого пола составляет не больше, чем 139 и 89, да, если быть точным, ну, как привыкли мы говорить, 140-90, не больше, да, вот, но идеальное давление – это все равно 120-80 в любом возрасте и у любого человека. Идеальное давление, хорошее. Да, понятно, что, может быть, 110-70 – это постоянная норма, и чаще у молодых, здоровых девушек это именно так, да, есть показатели 130-80, да, это мы уже говорим такое повышенное нормальное давление, вот, но стремиться нужно к тем показателям и добиваться, сейчас вот именно для лечебных целей нам поставили очень узкую рамку – 120-130. в этом диапазоне мы должны с помощью препаратов добиться уровня артериального давления по систолическому, по верхним цифрам. А нормативы эти связаны именно с тем, что возрастает, если при увеличении цифр давления, возрастает риск инфаркта и инсульта, риск осложнений этих событий, вот и все. Правда ли, что гипертензии подвержены больше мужчины? Все правильно говорят, мужчины подвержены в определенной возрастной группе, да, то есть, если мы будем сравнивать по возрастам, то у женщин, благодаря женским половым гормонам, существует такая природная, так скажем, защита от любых сердечных болезней. Из правил всегда есть исключения, но в общем это так, да, и когда в возрасте до 50 лет, да, то есть, когда у женщин работает гормональная функция, да, и нет никаких болезней, отклонений и прочее, да, тогда у женщин намного реже встречается гипертония и болеют чаще мужчины. Все очень радикально меняется после того, как женщина переходит в климактерический период, тогда женщина вырывает пальму первенства, и женщин становится очень много. Вот это во-первых. Ну а в старших возрастных группах женщины болеют еще чаще, потому что женщин просто больше в старших возрастных группах, да, женщины немножко дольше живут, да, и поэтому их больше, конечно, в возрасте почтенном. Когда мы говорим про чеснок, и чеснок, всегда чеснок, мед, ну и, конечно, спирт, да, конечно, это древние такие показатели, да, древние продукты, которые всегда использовали в медицине, но в большей степени здесь мы говорим не про давление и не про уровень давления, а про холестерин, да, и про атеросклероз. И действительно чеснок является наиболее часто встречаемым во всех народных средствах компонентом для борьбы с холестерином, для борьбы с повышенным холестерином. И сейчас это также используется в огромном количестве лекарственных, то есть фитопрепаратов, да, чеснок – препарат номер один. Вот, но как специалист могу сказать одно, что целевых показателей, которые требует сегодняшняя кардиология, достигнуть с применением чеснока невозможно. Передаётся ли гипертензия по наследству? Передаётся по наследству предрасположенность гипертензии, да. Вот, сама гипертензия не передаётся как таковая, но, безусловно, вот мы к этому придём, я думаю, что в очень скором будущем, когда мы узнаем, когда уже расшифрован геном человека, да, когда мы будем знать, какой ген, и мы сможем это проверять у каждого человека, в том числе и у нас с вами, да, мы будем знать, что благодаря вот этому гену у нас будет в возрасте после, там, 30-40-50 лет повышенное давление, и мы сможем уже к этому подготовиться и что-то сделать. К этому мы идём, пока это ещё не на потоке, но это будущее в медицине. С какой цифрой необходимо понижать давление? Понижать его точно нужно, поскольку высокое давление за собой тянет как раз те самые осложнения, инфаркты, инсульты. Проводились научные исследования, в которых, когда определяли, какое же давление нормальное, вот, возвращаясь к первым словам, мы говорим о том, что исследования показали, что давление, при давлении 120, процентов на 15-20 больше инсультов, чем при давлении 110, да, и, соответственно, вот, американцы в прошлом году, позапрошлом уже, серьёзно уменьшили норматив по артериальному давлению. Европейское общество кардиологов не поддержало этот момент, да, и мы сохраняем прежние нормативы 120-80. На североамериканском континенте они назвали человека с давлением выше, чем 130, уже злостным гипертоником, да, с той целью, чтобы как раз больше людей обращало внимание на эти показатели, больше людей правильно вели образ жизни и сначала не медикаментозные методы применяли, да, в плане питания, поведения, стрессоустойчивости, физкультура, да, не спорт, профессиональная именно физкультура, и тогда это всё и приведёт к тому, что должно нормализоваться, должны нормализоваться эти показатели. Если нет, тогда препарат. Как часто нужно принимать таблетки от давления? Эти правила, они тоже, ну, можно так сказать, прописаны жизнями, да, или иногда, мы говорим, прописаны смертями, да, потому что это примерно одно и то же. Действительно, давление – это не то заболевание, которое лечится иногда, да, когда это требуется снять острую симптоматику, то есть повышенное давление надо купировать, да, для этого применяются препараты для экстренной неотложной помощи, да, кризовые препараты, и таких тоже несколько препаратов. Но основное лечение, базовое лечение, которое как раз и вводится для профилактики и исключения, что ли, осложнений, да, это каждодневный приём препаратов. Это является одной из самых частых ошибок, да, когда пациент просыпается утром, измеряет давление, и давление у него замечательное, и человек, конечно, думает о том, что зачем же я буду принимать препарат, если давление упадёт ещё ниже, буду чувствовать я себя плохо, да, и будет всё совершенно не так, как хочется, да, вот, и не принимает препарат, и, соответственно, в это время организм уже лишается защиты, да, той самой медикаментозной. Вчерашний препарат действие своё закончил, да, сегодняшний препарат не появилось, да, и давление ведёт себя как хочет, и чаще всего оно выскочит в виде криза, то есть именно как рикошет получается, то есть препарат не принят, давление вверх, и пошли, пошли, пошли проблемы. Ни одна таблетка, наверное, кроме нитроглицерина не работает моментально, ну, или если мы не вводим препарат внутривенно, да, чтобы это тоже увеличивать скорость уже исполнения того действия, да, которое мы хотим, скорость действия препарата. Поэтому препараты, применяемые для лечения гипертонии сейчас, да, это препараты долгоиграющие, да, это препараты, как преимущественно суточного действия, да, то есть 24 часа. И действие препарата никогда не начнётся сейчас же, да, оно продолжится, и вчерашний препарат ещё работает, или хвостик, там мы говорим, хвост концентрации какой-то остаётся, новый препарат принят, и он продолжит это формирование вот такого, и в итоге мы с помощью постоянного приёма, человек формирует так называемую постоянную концентрацию и поддерживает её препараты в крови, и тем самым обеспечивает постоянство вот именно этого давления. Что можно и нельзя при гипертензии? Действительно много, чем больше запретов, тем меньше они соблюдаются, вот, но здесь прежде всего человеческий разум, да, должен подсказывать самому человеку, как себя вести, если не подсказывает разум, значит, помогут врачи, подскажут во всяком случае. Есть элементарные правила здорового образа жизни. Надо сказать о том, что здоровый образ жизни совершенно никак не сопряжён и не соприкасается с чем-то экстремальным, да, то есть экстремальное – это воздействие высоких температур, воздействие низких температур, вот те самые марафоны бежать 42 километра – это совсем не связано со здоровым образом жизни, то есть это никак не сопрягается. Поэтому вот всё, что разум человеческий может вам подсказать, да, вот, во всём должна быть мера, да, если это баня, жёсткого запрета нет, да, но если человек чётко знает, что как только повышается температура, в ту же баню он заходит, да, у него тут же будет высокое давление, если у него был тем более опыт такой, да, то понятно, что лучше не провоцировать, особенно когда это вместе с алкоголем, особенно когда это вместе с курением, да, то есть это дополнительный провоцирующий фактор. Поэтому всё, что может быть экстремально, да, для сердца, для сосудов совсем не идеально, да, вот, поэтому надо этого избегать. То есть надо пытаться, отец у меня тоже врач, и в каком-то интервью обращались к нему специалисты из российской газеты, вот, он сказал, надо делать всё, чтобы не ускорять, да, ухудшение состояния здоровья, да, чтобы это здоровье не растратить просто. Ну, действительно, вот эти все процедуры и баня в том числе, все эти экстремальные вещи, то же курение, тот же алкоголь, избыток алкоголя, да, это всё провоцирует, просто ускоряет процесс в разы. Когда жарко, да, наши сосуды расширяются и отдают тепло, чтобы исключить перегрев. Когда холодно, сосудики спазмируются, да, уменьшаются в диаметре, да, чтобы сохранить это самое тепло. Это обычные параметры терморегуляции в организме, вот. Но, когда у человека уже появляются там бляшки, это расслеротические, тем более, когда это всё сверху покрывается кальцием, эти сосудики становятся не как тонкий-тонкий целлофан, который очень эластичный, и как мнётся, и гнётся, как ему нравится, да, а становятся как косточка, да, как твёрдая-твёрдая ткань. И такой сосуд уже не сможет быстро и нужным способом расшириться, или нужным способом сузиться, и делает это либо крайне резко, либо не делает совсем, и поэтому эти механизмы адаптации в организме уже не работают просто. Никотин и гипертензия. Доказано, что курение влияет на центр удовольствия, на эндорфиновые рецепторы, да, вот, и на этом основана и одна из методик лечения табачной зависимости, когда препарат, существующий сегодня в мире, который является, в общем-то, лучшим препаратом для лечения табачной зависимости, он замещает никотин, да, в этих рецепторах, да, то есть, когда человек не курит, а принимая препараты, ему кажется, что он уже покурил, сделал это с большим удовольствием, да, вот, то есть, такие препараты тоже есть, вот, что делает никотин и смолы, которые содержатся в сигаретах, ну, надо сказать, что характеристики сигарет, они совершенно разные, очень много специалистов в этой отрасли говорят о том, что настоящего табака в сигаретах совсем уже давно и нет, да, вот, а есть непонятно, какие продукты, да, для переработки и какое влияние они оказывают уже до конца не ясно, но в любом случае продукты горения, это всего они просто ускоряют процессы старения, да, старения организма, процессы атеросклероза, вот, простой пример, если человек, у которого есть какая-то сердечная болезнь, особенно если есть сахарный диабет, если он еще и курит, да, тогда у него атеросклероз наступит в возрасте не, например, ну, и спрогрессирует в возрасте не 50, 60 и 70 лет, как мы привыкли, что болеют обычно постарше люди, и фактором риска считается действительно возрастом 55 и больше, да, вот, а это может и в 30 лет проявиться вполне. Правда ли, что утренняя зарядка понижает давление? Я думаю, что если это будет регулярное занятие, может быть, это утреннее, обеденное или вечернее время, да, это в любом случае укрепляет ту самую сосудистую систему, потому что мы тренируем свой организм, да, мы повышаем давление на нагрузки, опять же, если возвращаться к давлению, у любого человека на высоте нагрузки давление будет точно высоким, будет это мальчик маленький или дедушка старенький, спортсмен, да, который в спокойном состоянии не имеет никаких проблем, вот, а на высоте нагрузки, то есть, ну, грубо, если любой человек забежит на 10 этаж, да, у него будет давление вполне возможно, что и 150, и 200, любой уровень, очень важно, как это давление потом вернется к норме, да, и в норме, это происходит достаточно быстро, да, и вот это и есть показатель здорового организма, показатель той самой эластичности сосудов, да, которые среагировали вовремя, да, и вовремя же расслабились, и потом, когда это стало уже не нужно, да, вот, ну, а утреннее в это время будет или вечернее время здесь, я думаю, что такого принципиального значения не имеет. Ну, в общем-то, каждый человек должен знать свой уровень артериального давления, да, имеет он тонометр дома или нет, сейчас такие услуги доступны в любой поликлинике, сейчас, я знаю, что аппараты для измерения давления стоят в аптеках, где каждый желающий может мимо идти и просто проверить. Другое дело, что если человек бежит в припрыжку мимо той самой аптеки, забежит, измерит давление, это будет не истинный показатель точно, да, поскольку есть определенные правила измерения артериального давления, когда должен человек спокойно сесть, спокойно расслабиться, да, откинуться на спинку стула, да, аппарат стоит обычно на одном уровне, где лежит локоть человека, да, и не меньше пяти минут покоя, то есть не радоваться, не огорчаться, не бегать, не прыгать, не курить, опять же, да, и не принимать пищу, да, и тогда вот эти показатели будут близки к истинным, да, то есть тот показатель, который будет говорить о уровне артериального давления в покое. Какие физические нагрузки полезны при давлении? Ну, если мы говорим, опять же, об экстремальных случаях, да, то, конечно, это будет вызывать перегрузку организма, да, и в последующем, вы, наверное, много историй тоже таких слышали, когда спортсмены, у них большие-большие нагрузки, они поднимают даже и тяжести, и все, что угодно делают, да, и потом уже годам к 40 уже здоровья у них никакого не остается на это все, вот, то есть когда работа идет на износ, да, это совсем неправильные вещи, да, вот, а если мы говорим об обычной физкультуре, тогда это все вполне реально, именно тренирующее действие физических нагрузок, оно доказано, оно оптимально, да, то есть, но это должны быть разумные, нормальные физические нагрузки. Опять же, простой пример – это скандинавская ходьба, вот, которые некоторые сейчас идут, появляются статьи, что не настолько уж это полезно, но на самом деле доказано, да, что действительно ходьба дает примерно такую же пользу для сердечно-сосудистых, для сердечно-сосудистой системы, как и бег, да, вот, только при этом не разрушаются суставы, да, при этом не ухудшаются другие органы и системы, а польза одинаковая, да, поэтому абсолютно не так важно для сердца и сосудов, бегаете или вы ходите в достаточно быстром темпе, да, это будет, опять же, тренировка. Считается нормально, если человек на работу и с работы идет пешком, то есть, если человек проходит в день те самые 10 тысяч шагов, да, это считается нормальным тренирующим действием, обладает на организм. О вреде самолечения. Таких много пациентов, которые не идут к врачу, а идут в аптеку и спрашивают, дайте мне что-нибудь для давления, да, то есть, миссия врача перекладывается на миссию фармацевта, я не так, чтобы сильно возражаю, фармацевт имеет тоже медицинское образование, фармацевтическая правда, вот, но насколько фармацевт в аптеке может за 3 минуты глаза в глаза контакта с человеком узнать всю его медицинскую историю и понять, какой препарат он будет лучше, да, и сориентироваться в этом, это, конечно, должен делать врач. Редактор субтитров А.Семкин